Глава 2. Тухокс рассматривал приближающийся ландшафт, подробности его становились все ближе и яснее, но поле зрения сужалось. Ветер нес парашютистов над участком густого леса со скоростью примерно 10 км в час. Роджер выбрал местом для посадки только что убранное пшеничное поле. За полем бежала узкая, поросшая с обоих сторон деревьями дорога, а по ту сторону дороги виднелись небольшой, крытый с соломой крестьянский домик, сарай и пристройка. Между усадьбой и пробивающимися через густой кустарник ручьем был огороженный садик. Тухокс хотел опуститься поближе к деревьям на опушке леса. Его ноги задевали верхушки деревьев, потом он оказался на земле, сделал кувырок через голову и тотчас скачал на ноги, чтобы освободиться от строп. Деревья защищали место посадки от ветра и купол парашюта быстро опал. Тухокс расстегнул ремни и стал скатывать парашют в сверток, а Брайан, опустившись неподалеку, делал то же самое. Когда все было готово, Роджер подхватил парашют и рысью побежал к Брайану, который махал ему рукой. «Ты видел этих солдат слева от нас?» – возбужденно спросил бортовой стрелок. Тухокс отрицательно покачал головой. «Они идут в нашу сторону?» «По-моему, да. Они идут по дороге, примыкающей к этой. Эта дорога, судя по всему, главная, хотя и не мощеная. Я не мог рассмотреть подробности, но выглядели эти солдаты как-то странно». «Странно?» – у Брайан снял шлем и пригладил свои темно-рыжие, слипшиеся от пота волосы. «Да, там было много повозок, запряженных валами. Во главе колонны – пара машин. Я таких никогда не видел. Что-то вроде броневиков времен Первой мировой войны. «Разберемся. Но сначала нужно закопать в лесу эти штуки», – сказал Тухокс. «Ты не захватил с собой НЗ?» И они отправились к лесу. У Брайан покачал головой. «Нам чертовски повезло, что мы выбрались. Спасся ли еще кто-нибудь из наших?» «Не думаю», – сказал Тухокс. «Я никого больше не видел». Он пробивался через густой подлесок. Руки его дрожали. «Реакция!» – сказал он самому себе. «Это вполне естественно. Сейчас он успокоится, и все пройдет. Правда, времени для отдыха больше не будет. Вероятно, немцы или румыны уже высвали военные патрули и прочесывают местность. А может, окрестные крестьяне заметили снижающиеся парашюты и сообщили по телефону в ближайшее отделение жандармерии. Тухокс затолкал свой парашют в углубление между двумя толстыми корнями дерева, засыпал его землей и прикрыл листьями. Он неожиданно вспомнил, что при спуске не заметил ни одной телеграфной линии. Не видел он ни линий электропередач, ни прожекторных мачт, ничего подобного. Это было странно. Конечно, Румыния не сильно развитая страна, но подбитый немецким истребителем бомбардировщик не мог удалиться более чем на 10 километров от нефтеперегонных установок и индустриальной зоны Плоэшти. И внезапность, с которой появился незнакомец, тоже в какой-то мере была необъяснимой. Тухокс мог покляться, что истребитель возник прямо из пустоты. После того, как они спрятали парашюты, Тухокс разделся и без тяжелой формы пилота сразу же почувствовал себя лучше. Он Брайан тоже снял мундир, вытер лоб и огляделся. Что-то тихо, да? Но так будет недолго. Он посмотрел на Тухокса и указал на пистолет в кобуре у него подмышкой. С этими штуками мы вряд ли пробьемся. Сколько у тебя патронов? Пять в магазине и двадцать в кармане. Ну что ж, произнес Ирвандец. Лучше, чем ничего. Даже лучше ножей с выскакивающими лезвиями. Не намного лучше. Роджер достал из нагрудного кармана куртки карту, разложил ее на земле. Давай-ка посмотрим, как быть дальше. За полчаса они продумали три возможных варианта предполагаемого бегства. Самое оптимальное – пробраться назад к опушке леса и оттуда наблюдать за дорогой, сказал Тухокс. Нам хорошо просматривается и крестьянский дом. Хорошо, если нас никто не заметил. Но если какой-нибудь крестьянин уведомил в жандармерию, они скоро начнут прочесывать весь лес. Надо поскорее исчезнуть отсюда, если снаружи все будет чисто. Через густой кустарник друзья проползли к краю поля и стали наблюдать за дорогой и крестьянским домом. Прошло полчаса. Заедали комары и слепни, но никаких людей видно не было. Тишину нарушал только шум теплого ветра в кронах деревьев. Раз лаяла собака, где-то проревела корова. Еще полчаса прошло без всяких происшествий. У Брайан тихо охал, пытаясь устроиться поудобнее. — Охотник из тебя бы получился неважнецкий, — заметил Тухокс. — Я не индеец, — ответил Абрайан. И за всю свою жизнь ни разу не покидал большого города. — Мы не в городе. Потерпи. Он продолжал еще пятнадцать минут, потом кивнул своему спутнику. — Пойдем к дому. Он выглядит покинутым. Может быть, найдем там чего-нибудь поесть и попытаемся пробраться на другую сторону леса незамеченными. Они поднялись и направились к дому через свежескошенное пшеничное поле. Абрайан хотел было побежать, но его Тухокс придержал. — Медленнее, — произнес он. — Нужно выглядеть так, будто имеем полное право здесь находиться. Тогда, если нас увидят издалека, то не обратят внимания. Мы не должны вызывать никаких подозрений. Они перепрыгнули канаву, отделяющую поле от дороги, и пошли вдоль дороги. Земля под ногами была твердой, непыльной. Кое-где поблескивали лужи. Очевидно, недавно прошел дождь. Поверхность дороги была испещрена глубокими кольями от колес, следами от копыт, засохшими и свежими коровьими лепешками. — Никаких лошадей, — сам себе сказал Тухокс. — Что ты говоришь? — переспросил Абрайан. Они перешли дорогу и остановились у деревянных ворот двора. Тухокс попытался открыть их как можно бесшумнее. Петли были вырезаны из дерева и к линиями соединены со створками ворот. При звуке шагов паршиеся во дворе овцы с жирными курдюками испуганно подняли головы, но не издали ни звука. Тухокс услышал куда-то не кур, и стоило доносилось сопение какого-то крупного животного. Крестьянский дом был построен в форме буквы «Н». Впереди, по-видимому, находились живые помещения, а заднюю часть дома занимали стойло. Внешние стены были сложены из рубленных бревен. Пазы замазаны глиной. Дом венчала крутая соломенная крыша. На истертой деревянной двери дома кто-то неумело изобразил орла. Под ним был нарисован большой глаз и черная «Ха». Тухокс поднял деревянную щеколду и нажал на дверь, но не успел он войти, как из-за угла появилась женщина. Она вскрикнула, отскочила и широко раскрытыми от испуга глазами уставилась на обоих мужчин. Тухокс улыбнулся ей и попытался мобилизировать все свои знания румынского языка, который он изучал, как того требовали инструкции. Это были в основном формы обращения. Женщина смутилась, произнесла что-то на незнакомом языке и осторожно приблизилась на пару шагов. У нее было открытое добродушное лицо, черные блестящие волосы, смазанные маслом и сильная коренастая фигура. На шее красовалось жерелье из красных и белых раковин. Крепкую грудь обтягивала белая хлопчатобумажная кофточка, а длинная красная юбка доходила до щекоток. Общий портрет завершали босые, запачканные с землей и куриным пометом ноги. Настоящая крестьянка, подумал Тухокс, и, как мне кажется, дружелюбно настроенная. Он попробовал произнести пару фраз по-немецки, но женщина снова ответила на том же непонятном языке. Когда Роджер беспомощно пожал плечами, она попробовала заговорить на другом языке, которым, казалось, сама владела не совсем хорошо. Тухокс снова должен был признаться, что он опять ее не понял, но на этот раз она, кажется, была этим довольна. Она даже улыбнулась и потом снова заговорила на своем родном языке. — Нужно попробовать объясняться жестами, — сказал Тухокс у Брайана. — Я... — он замолчал. Женщина посмотрела куда-то мимо него и стала ожесточенно жестикулировать. Он повернул голову и увидел сквозь деревья машину, отсвечивающую металлом на солнце. Она двигалась по проселочной дороге и была где-то за километр от них. О Брайан тоже ее заметил. — Машина, — сказал он. — Прячемся. Тухокс, к сожалению, взглянул на край леса. — Я думаю, мы должны довериться этой девушке, если не хотим тащить ее с собой. Женщина ускорила их решение. Она схватила Тухокса за руку и потащила к дому. Она поняла, что оба чужаки хотят скрыться и совсем не настроены, чтобы их заметили люди с машин. Роджер свободной рукой махнул у Брайана. Тухокс тут же оценил ситуацию. Бегство в лес могло только ускорить их встречу с врагом. Женщина провела их через боковую дверь в кухню. По дороге Тухокс успел еще заметить огромный очаг, наполненный дровами, с железным котлом на треножнике. Потом женщина открыла в углу кухни на полу маленькую дверцу и знаком указала, что они должны опуститься вниз. Тухоксу совсем не понравилась перспектива оказаться запертым в подвале, но ничего другого не оставалось. Вслед за Брайаном он спустился вниз по крутой лестнице. Дверь закрылась и они оказались в полной темноте.